Всем привет! Это Максим с обзором ивентовой недели. Всю неделю будут приходить на почту письма с игральной костью 4 штуки и сфера удачи штук. Сфера удачи это ивентовый предмет, который будем собирать на этой неделе, который также падает в компании и в приключении импа на определенные этапы играть. В среднем обычный игрок получает, может набрать в районе 200 звезд. Если повезет, то 200-260. То есть в районе 200-250-300 сферу удачи можно будет получить отсюда. Как пользоваться импом? Копите всю неделю игральные кости, потом докупаете определенное количество, которые вам в среднем 15 штук хватит. В среднем. Нажимаете рейд два раза и за 30 секунд проходите весь ивент. Можете руками кидать кубики и проходить в поле. Астрологические сказки. Ивентовые события, в котором как раз получаем сферы. Если к концу недели вам будет предоставать определенное количество, можно их докупить за суперкристаллы. Тратить сразу их не нужно. Копим всю неделю. И в следующую пятницу можно будет их потратить. Здесь таймер, что 88 часов, у остальных 164. То есть имп и задание убежища будут только до четверга. А как астрологические сказки, можно будет еще и в пятницу потратить. Как раз собрав последние сферы из кампании пустоты. Или из обычной кампании. И также тут возможно из импа тоже упадет награда. На ваши звезды. На что тратить? Ну, 2500 можно будет без проблем получить. Так что выдающийся эпический сундук можно получить для игроков. Здесь есть герой превосход. Здесь есть герои из фракции Свет, Тьма. Джистер. И... Айла Мак. Но нету Наталии. Появится только к выходу следующего героя. То есть где-то через два месяца. Следующего героя из фракции Превосход. Задание убежища. Здесь нам необходимо обменять ваши ненужных герои. Давайте принять. Выбирайте одно. Какой-нибудь мусорный ненужный герой. Пятизвездочный из данной фракции. И четырех героев указанного класса. Здесь маги нужны. Убираем четырех магов. Поммит. И получаем героя из указанного героя. Кубики. И четырехзвездочное снаряжение. Первых четырех из обычной фракции забираем. Свет, Тьма. Дорого. Потому что здесь требуется два героя из фракции. И две тысячи гемов. Это невыгодно. Лучше пропускать. И также кубики там не дают. Летняя мелодия. Это кэшбэк. Ивент. Которым вы... Нам ничего не нужно тратить. Просто получаете очки. Зарабатываете за потраченные кубики. А также за потраченные 10 штук ивентовых предметов. Это как раз нужно потратить сферу удачи. Примерно две с половиной тысячи. Может быть больше. Кто-то докупит определенное количество. Например до ядер. Три тысячи. Можно будет потратить. И заберете отсюда просто награды за 100 очков. Сундучок. 200. Еще один сундучок. И за 300 очков. Каждые 100 очков вам будут давать первый сундук. Каждые 200 очков набранных вы будете получать второй сундук. И так далее. То есть за сундук 300 очков вы получите 3. Сундука первых за 100. Один за 200. И один за 300. Также можно получить x3 награды. То есть x3 очки. В этом событии разблокировав его в донатной лесенке. Которая стоит почти 150 баксов. В самом конце закупив все это можно получить двойное привилегия из импа. То есть будут двойные награды. Двойной лут и двойные награды. И летняя привилегия x3. Донат можно купить у лисы в описании под видео. В описании под видео есть его контакты. Фестиваль пробуждения душ. Нам предлагают потратить наши пробуждения для того, чтобы... Наши звездные алмазы для того, чтобы работать 150 очков. 150 очков без камня тратить я бы не стал. Но это уже на ваше усмотрение. В сундуках нету зеркала, поэтому даже не знаю, кому это... Кто захочет открывать, открывайте на ваше усмотрение. Сколько потребуется пробуждений сделать? В среднем одно пробуждение приносит 6 очков. То есть 150 пробуждений, 150 очков потребует в среднем 25 пробуждений сделать. Плюс, минус там 2, 3. Как повезет. Но я не рекомендовал бы тратить. К тому же, стрима не будет. Так что, открывайте сами. Контракт души. Фракция тьма и фракция свет. Нам нужно потратить 6 звездочного героя. Скормить. Вот здесь я скормил уже святой дух. И забрал 150 контрактных звездных алмазов. Тратим. Выбираем героя. Скармливаем. И забираем 300 контрактных алмазов. На будущее. Будущий. Вальп пробуждения душ. Возможно, через месяц. Будет опять ивент с рейтингом. Где будут давать, возможно, B-тир камушек. За 200 очков набранных. Так что, копите и не тратьте на этой неделе. Моя рекомендация. Ценный пакет донат. Кубики и гемы. Эстафета удачи уже сказал. На следующей неделе нас ждет фантастическая фабрика. Нас ждет квест призывы привидца арбы, в которых Аронея. Так себе, конечно, топовая награда. Арбы не очень интересно будет тратить. И героическое чудо, в котором Елена. А также специальный ивент. Кошмар в приюте для душевнобольных. Просыпаюсь от кошмара и не понимаю, где, какие тайны скрывает сумасшедший дом. Что случилось в прошлом. Следовательно, хватит ли у вас смелости раскрыть старинные секреты. Или вы убежите с наградами. Конечно, мы драпаем с наградами и забираем все, что здесь есть. Это спец ивент. Он выходит с арбами, героическим чудом, фабрикой. Так что, скорее всего, нам потребуется потратить до 600-640 арбов. То есть, возможно, 8 кругов нужно будет слить. Фантастическая фабрика. Те, кто месяц, 3 недели назад не потратил здесь, в фабрике, бонусный уровень, потребуется бонусный уровень. Скорее всего, также нам от нас захотят потратить как можно больше медовых звезд в магазине фабрики. Чтобы заработать больше очков в кошмаре. Но это мы все узнаем на спойлерах в следующий четверг. Также появилось таинственное приглашение. Нам предлагают зарегистрироваться в арене Звездной Земли. АЗЗ. Выставляете любых героев. Это просто регистрация. Что-то у меня игра лагает. Героев также выставляем. И сохранить строй нам на почту придет награда за регистрацию 100 гемов. Мелочь, а приятно. По случаю появления, это просто регистрация. Откроется она в следующий понедельник. Здесь участвует только пробужденный герой. Герои с пробуждением. Герой без пробуд нельзя выставить. На рынке также появилась вкладка магазина Звездной Земли. Кто не потратил серебристые монеты в магазине, заходим и тратим. Либо ждем окончания ивента. Он будет длиться 2 недели. Также не забываем заходить в гильдию, провести войну лик, проатаковать. И Звездную Арену не забываем закрывать. В которой до сих пор, что проверили, все еще работает Абуз Натали. С Осис и с Хэри. Так что зарабатывайте очки. О, еще мы прошли в топ-8. Победив в вольный клуб Зенит. У которого 14 миллиардов очков, а у нас есть. Хе-хе. Всех победили. Ну и все. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Будете ли вы открывать арбы или нет без меня. Я бы не стал открывать. До свидули. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.